Сегодня у нас обзор первый в этом году оперативки в правительстве. Уже 13 января удалось собрать все правительство вместе. На удивление полный состав был в зале. Все вернулись, все отдохнули. Вернули из испанских странствий Мурзогулова, вернулся из Милана Баширов. В общем, собрались все вместе. Ради Фаритович сообщил, напомнил своим коллегам о том, что 2020 год объявлен Владимиром Путиным годом памяти и славы. Как известно, главной победой и главным достижением Владимира Путина является победа в Великой Отечественной войне. И потому Башкирия тоже не исключение будет задействована во все эти грандиозные праздники, связанные с юбилейным празднованием Дня Победы. Ответственным за празднование Дня Победы в Башкирии Хабиров назначил Назарова и Сидякина. А также сообщил, напомнил лично Беляеву Хабиров о том, что 2020 год объявлен годом эстетики городов Республики Башкортостан. И тут Хабиров сказал очень важную вещь, очень важную фразу в самом начале оперативки. Пожалуй, что она одна из самых важных на этом оперативном совещании. Дословно звучала она следующим образом. Упомянув о том, что следующий, вернее, наступивший 2020 год эстетики городов Республики Башкортостан, Хабиров сказал Беляеву, не замахивайтесь на большое. Если мы в рамках этого года хоть что-то сделаем для наших городов и сел, уже будет хорошо. Конец цитаты. Я, честно говоря, вздрогнул. И у меня сразу появились вопросы. Ну, я понимаю, что Хабиров видит беспомощность Беляева, неспособность его исполнять какие-то достаточно простые поручения и достигать достаточно элементарных целей. Но, позвольте, на те задачи, которые стоят в рамках вот этого года эстетики городов Республики Башкортостан, выделены приличные такие миллиарды. Так вот, теперь на эти приличные миллиарды можно сделать хоть что-нибудь? Вот этот вот правительственный детский сад, в который Хабиров понабрал детей из своих компаньонов, начинает слегка беспокоить. Та снисходительность, с которой Хабиров относится к этим детишкам, которых набрал собственное правительство, начинает тоже беспокоить. Дело в том, что вот эта его снисходительность, она ведь осуществляется исключительно за наш с вами счет. Выделяя миллиарды Беляева на реализацию этих программ и разрешая сделать хоть что-нибудь, мы, по сути, теряем миллиарды бюджетных денег. Вот эта формулировка, которую Хабиров применил к Беляеву, конечно, возмутительна и безобразна. Мы еще много будем сегодня говорить о Беляеве, но вот в самом начале оперативки прозвучало вот это вот «сделайте хоть что-нибудь на кучу миллиардов». Далее перешли к классической схеме оперативного совещания и заслушали первый вопрос об оперативной ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Первым закладчиком, как обычно, был Беляев Борис Владимирович, который дежурным образом сообщил, что в области ЖКХ вообще никаких проблем в республике Башкортостан нет и, судя по всему, быть не может. Однако Борис Владимирович заострил внимание руководства и правительства на том, что поступают массовые жалобы на перерасчет за отопление в 2019 году со стороны жителей на компанию «БашРТС», которая обслуживает 7800 домов, многоквартирных домов в республике Башкортостан, имеется в виду, обслуживает в части отопления. А это примерно половина населения республики, чуть меньше половины, 1 млн 484 тыс. человек. Борис Владимирович Беляев сообщил, что корректировка была совершена в 6081 доме, там, где напрямую заключены договора с Башкортостаном. И, внимание, Борис Владимирович утверждает, что практически во всех этих домах корректировка произошла в пользу жителей. 5535 домов – это количество домов, где перерасчет произошел в пользу жителей. И только в 485 домах всего лишь на 61 млн рублей в общей сложности перерасчет произошел в пользу Башкортостан. Мы еще поговорим о том, насколько достоверны вот эти вот заявления господина Беляева. Однако я со своей стороны лично отмечу, что мой дом, в котором я живу, на Ленина-72, не имеет прямого договора с Баш-РТС, потому что там все еще не закончились перетурбации с бывшим нашим управляющим органом или управляющей компанией. Однако мы получили этот перерасчет, и тут Борис Владимирович, как всегда, с Аврамши. У дома по Ленина-72 нет прямого договора с Баш-РТС, однако перерасчет был произведен. Борис Беляев сообщил, что правительство, будучи обеспокоенным огромным количеством жалоб граждан на ничтожное количество корректировок по отоплению, решило предпринять незамедлительные меры, а именно будет производиться обход домов, в которых происходил перерасчет. Честно говоря, меня позабавила вот такая вот методика, такой подход к решению этой проблемы. Совершенно непонятно, что может решить обход. Во-первых, обход делают, когда нужно оповестить кого-то или еще что-то сделать, или выяснить что-то. Что будут делать эти обходчики? Выяснять мнение населения об уровне стоимости жилищно-коммунального хозяйства? Я думаю, что столько много интересного они услышат, но мало из этого интересного будет как бы доступно и пригодно для печати. Дело в том, что мнение населения о стоимости и качестве услуг ЖКХ давным-давно известно. Что еще можно добиться обходам населения? Умиротворить их? Я боюсь, что Борис Владимирович подвергает суровой опасности сотрудников и БашРТС, и министерства, и прочих, кто будет участвовать в этих обходах. Опасности действительно физические, потому что население настолько сильно раздражено уровнем цен и качеством услуг ЖКХ, что эти обходчики могут вполне себе и пострадать. Однако одними обходами квартир забота Бориса Владимировича Беляева о населении Республики Башкортостан не завершается. Борис Владимирович сообщил также, что теперь услуги БашРТС можно будет оплачивать в рассрочку. Не волнуйтесь, дорогие граждане, мы вам начислим по 10-15 тысяч в месяц за отопление, но не беда, будете платить в рассрочку. В конце концов, видимо, в Башкирии стартует пилотный проект услуги ЖКХ в рассрочку и кредит. Ожидаем кредит на макароны, суду на стиральный порошок, ну и в конечном итоге ипотеку на туалетную бумагу. То есть вот эта безграничная забота правительства о населении, видимо, не знает предела фантазии, но все будет в кредит. Борис Владимирович заботится о населении, загоняя его в кредитную кабалу. Также Борис Владимирович сообщил о том, что рассматривается возможность подключения БашРТС к системе инцидент. Не знаю, насколько законно будет подключение коммерческой организации к государственной системе мониторинга информации в социальных сетях, однако не рекомендую делать этого Борису Владимировичу, потому что госпожа стирательная резинка Прочаковская устанет вымарывать ужасное количество страшных комментариев по деятельности БашРТС и вообще ЖКХ Республики Башкортостан. В общем, это было бы неправильно. Хабиров, выслушав вот эту историю и вот эти все бурные предложения Бориса Владимировича по поводу БашРТС, как-то очень так нервно среагировал, причем обратился первоначально к Мурзагулову. Как-то жалобно так попросил Мурзагулову, надо организовать какое-то информирование населения. Очень много от жителей идет обращений и очень часто они не информированы. Собственно, о чем нужно информировать жителей? О том, что повышение услуг ЖКХ это хорошо, что перерасчет вот этих вот неоплаченных услуг БашРТС на всех остальных, кто добросовестно платит, это хорошо и полезно. О чем еще хочет информировать Хабиров? Но в следующем предложении он сам ответил на свой вопрос. Жители, цитирую Хабирова, не информированы о том, чем мы занимаемся. Конец цитаты. Вот здесь я полностью согласен. Действительно, жители категорически не понимают, чем занимаются правительство и Хабиров лично. Но тут я бы поразмыслил, прежде чем давать Мурзагулову такие поручения, если действительно Мурзагулов искренне и честно сообщит жителям о том, чем на самом деле занимается правительство Республики Башкортостан, то велика вероятность повышенной явки жителей с вилами и прочим шансовым инструментом непосредственно на рабочее место ради Фаритовича. Потому что если действительно правду сообщить жителям о деятельности нашего правительства, тогда может случиться что-то страшное. Я бы не советовал так уж совсем раскрывать все карты. Можно продолжать в том же духе, что и раньше, петь всякие странные песни и обещать всякие странные обязательства. Следующим Забеляевым выступил, как обычно, Мухаммедьянов Тимур Рафисович, который сообщил о возросшем количестве ДТП в первые дни января, о стабильно высоком количестве погибших в этих ДТП и пострадавших, а также о том, что за 13 дней января на дороге города Уфы было вылито, выплеснуто, я не знаю, как сказать правильно, 239 тонн, 239 тысяч литров вот этого реагента Бионорд, который и облагодетельствовал нас вот этой жидкой, несмываемой черной грязью, которая убивает нашу обувь, покрышки автомобилей и днища тех же автомобилей. В общем, конечно, эта безобразная история с Бионордом, она уже породила петицию горожан с требованием прекратить использовать этот химикат, но пока все безрезультатно. Вслед за Мухаммедьяном выступил Гумеров, который сообщил о количестве пожаров и погибших в них во время новогодних праздников. Количество этих пожаров оказалось несущественно меньше, чем в прошлом году. Погибших, правда, было вдвое меньше, что радует. Всего 12 человек против 24 в прошлом году. За Гумеровым попросили выступить начальника главного управления МЧС. По республике Башкортостан непонятно зачем, хотя Гумеров, в общем-то, картинку в области ЧС живописал. Латыпов был вынужден повторить почти то же самое. Единственное, что добавив один необычайно любопытный и странный факт о том, что за новогодние праздники в республике Башкортостан произошло 8 случаев поджогов. Это странная цифра вообще, я не знаю, много это мало, но вообще сами по себе поджоги это такая штука странная и такая чрезвычайная, на мой взгляд. Так вот, их в Башкирии произошло 8 за 13 дней. В рамках все того же первого вопроса по итогам первых 13 дней января выступал Сайфулин Артур Фаритович, полковник полиции, заместитель начальника по охране общественного порядка в МВД РБ. Артур Фаритович сообщил нам о численности сотрудников задействованных в эти мероприятия, о том, сколько случилось там всевозможных неприятных вопросов криминального характера, в том числе тяжких телесных повреждений было нанесено 3. 7 человек было убито за 13 дней января, произошло 7 грабежей, 1 разбой, 318 краж, было поймано 428 пьяных водителей, ну и так далее. В общем-то, наверное, это статистика обычная для 4-х миллионного региона. Криминал был, есть и будет, а полиция будет его контролировать и пытаться пресекать. Из любопытного о том, что сообщил Артур Фаритович, я отмечу вот что. С присущей прямотой и объективностью для полицейского начальства Артур Фаритович сообщил нам численность людей, которые были по данным МВД задействованы, вернее, участвовали в новогодних мероприятиях в Республике Башкортостан. А МВД, как правило, достаточно точно считает количество людей, присутствующих на массовых мероприятиях, кроме тех случаев, когда эти мероприятия политические и нужно их занизить. Так вот, Артур Фаритович сообщил нам, что по оценкам МВД на новогодние мероприятия, то есть всякие елки, сабантуи и прочие праздники, связанные с Новым годом, пришло 400 тысяч человек. Обратите внимание на эту цифру. Дело в том, что последующие потом за этими докладами цифры всяких вице-премьеров по развлечениям, социальным вопросам и политическому здоровью нации звучат совершенно иные цифры. Подчиненные Хабирова стараются надуть эту цифру, говорят о каких-то миллионах и значительно больших цифрах, но обыкновенный полковник полиции Артур Сайфулин сообщил нам сухую статистику МВД. 400 тысяч человек участвовало во всех этих новогодних безумных праздниках, то есть только 10% населения республики Башкортостан, по сути, соблазнилось тем, что Хабиров считал большим празднеством и на что были истрачены огромные деньги. Вольно или невольно, Хабиров был вынужден подвести итог этим новогодним празднеством вслед за отчетом подчиненных о том, кто как все это дело организовал. Хабиров подвел итоги и подвел их следующим образом. Довольно странно, кстати говоря, звучала эта формулировка, и в некоторых моментах она была даже абсолютно противоречивой. «Цитирую дословно, по пожарам хороший показатель, по ДТП вроде с падением идем, по преступлениям тоже падения нет». Конец цитаты. Ну, да, действительно, цифры Хабирова не могут особенно радовать, но приходится делать вид. Дальше Хабиров все-таки упомянул свою собственную инициативу о ограничении торговли алкоголем. Видимо, хотя никто, кстати говоря, из выступающих вообще не упомянул эту тему, тактично обошли стороной, однако Хабиров, чувствуя, что тема эта очень сильно обсуждается и в прессе, и в населении, и в среде жителей Республики Башкортостан, соответственно, был вынужден, видимо, упомянуть, процитирую дословно, как он оценил собственные усилия по ограничению торговли алкоголем. «Жизнь нас рассудит», помолчал после этого Хабиров и добавил, «может, мы ошибаемся, не ошибается только тот, кто ничего не делает, надо проанализировать это, впереди лето, продажу алкоголя на Сабанту, их будем жестко запрещать». Конец цитаты. Ну, вот это вот «кто не ошибается, тот ничего не делает», Хабиров на этом совещании произнес несколько раз. Судя по всему, на смену абсолютной уверенности в собственной правоте к Хабирову приходят некоторые сомнения, правильно ли он все делает, верные ли советы ему дает попугай с его плеча и прочие советчики, которые его окружают. Ну, в общем, конечно, какое-то сомнение очевидно прослеживалось вообще в поведении Хабирова. Также, завершая первый вопрос оперативки, Хабиров прокомментировал освещение и украшение Уфы к Новому году, прокомментировал он очень это сухо, сказал, что Уфа ярко освещена и надо дальше вкладываться в освещение. Ну, тут, конечно, я бы поспорил насчет того, что ярко освещена, потому что освещена она была только местами. Вот этими итальянскими пятнами бэушной иллюминации остальное, конечно, не вызывало особого впечатления. Ну, да ладно, как говорится, на вкус, на цвет товарищей нет. Вторым вопросом оперативного освещения шел вопрос, который не успели обсудить в прошлом году. В рамках отчетов о годовой деятельности. И это был отчет министра сельского хозяйства Фазрахманова Ильшата Ильдусовича о итогах работы сельскохозяйственного комплекса республики в 2019 году. Собственно, особенно подробно останавливаться на этом отчете нет смысла, потому что Фазрахманов опять перечислил все свои грандиозные планы на 2020 год. Опять заговорил о важности инвестиций, о важности работы с инвесторами. Вся вот это вот бла-бла-бла. Отмечу, что Фазрахманов перечислил позиции, основные позиции результатов сельскохозяйственного блока республики. И среди этих результатов обеспеченность сельскохозяйственными продуктами потребности самой республики. По зерну, зернобобовым культурам это обеспеченность стопроцентная, даже с превышением на 9%, то есть есть избыток. По молоку Фазрахманов, по его мнению, обеспечивает потребности республики в молоке с избытком, производя 1,63 миллиона тонн молока при потребности 1,31. Однако тут я бы не до конца соглашался с господином Фазрахмановым, потому что знаю мнение и общался с руководителями некоторых молочных комбинатов, которые сообщают о том, что молока в республике не хватает для производства. Именно товарного молока не хватает, а его Фазрахманов производит вдвое меньше, чем по отчетам Минсельхоза. И сам по себе ассортимент молочной продукции в магазинах Уфы говорит, конечно, об обратном. Огромное количество небашкирских молочных продуктов на прилавках магазинов. Ну да ладно. Фазрахманов отметил, что башкирия не обеспечивает себя в полной мере мясом крупнорогатого скота и птицы, всего 88% обеспеченности. Зато масляничных культур Фазрахманов произвел 470% от потребности. Это его гордость. Также башкирия не хватает овощей, всего половину необходимого объема башкирия производит самостоятельно. И немного не дотягивает по обеспеченности куриным яйцом 98%. По поводу главной гордости Фазрахманова о экспорте 5000 тонн подсолнечного масла в Австрию. Он без конца повторял, что он теперь экспортер подсолнечного масла в Австрию. Видимо, Австрия – это главная забота нашего Министерства сельского хозяйства. Не дай бог, австрийские товарищи и братья останутся без подсолнечного масла. Фазрахманов планирует поднять в 2020 году объемы сельскохозяйственного производства всего лишь на 2,2%. Что весьма скромно. О чем он как-то так странно прокомментировал. Он сказал, что земля есть, люди есть, будущее зависит от инвесторов. То есть Фазрахманов расписался в собственной беспомощности. При наличии земли и туземных рабочих он сидит и ждет, когда к нему приедут вот эти вот инвесторы. Элшат Элдусович поведал нам о том, что неимоверно много племенного скота завезено в Республику Башкортостан за 2019 год. А именно 10 тысяч голов. Как он красиво так выразился, каждый день скотовоз приезжал в Башкирию с этими замечательными бельгийскими коровами. Впрочем, мы помним печальный опыт башкирских животноводов по разведению лимузинских быков, которые очень быстро погибли в хозяйствах Республики Башкортостан. Что, впрочем, не помешало многим научным деятелям отсельского хозяйства продолжать писать диссертации на тему успеха по разведению лимузинской породы в Башкортостане. Завершая свой доклад о сельском хозяйстве, Федер Ахманов рассказал, на что он потратил пресловутый миллиард на кооперацию. Он создал 108 потребительских кооперативов, заняв первое место в России по их численности 129 фермерских хозяйств, что позволило создать дополнительно 620 рабочих мест. Вот здесь, как обычно, в нашем правительстве случилась та самая неприятность, когда цифры в своем изобилии начинают друг другу противоречить. Что такое 620 рабочих мест на фоне создания сотен новых предприятий и кооперативов? В среднем это вообще-то три рабочих места на одно предприятие. То есть предприятия Федер Ахманова, как правило, состоят из директора, бухгалтера и водителя. И больше там никого нет. Но Федер Ахманов приговаривал при этом всем, что все идет по-честному и по справедливости. Видимо, ощущая отсутствие обоих этих параметров в деятельности собственного ведомства, он решил немножко позаклинать. И в самом конце доклада Ильшат Ильдусович сообщил какую-то вообще загадочную вещь, касающуюся птицефабрики Мажита Гафури. Я позволю себе процитировать его. Он сказал следующее. По птицефабрике Мажита Гафури, если нам не будут мешать некоторые товарищи, проект полностью запустим. Что это за некоторые товарищи, мешающие злобно и зловредно Федер Ахманову запустить птицефабрику, непонятно. Но как-то вот он о них намекнул. И, видимо, Ради Фаридович должен был понять, о чем идет речь. Хабиров выслушал доклад Федер Ахманова молча и очень кратко его резюмировал. В целом, динамика положительная, сказал Хабиров. На чем Федер Ахманова и отпустили. Следующий, третий доклад на оперативном совещании был настолько важен, что его отдельно анонсировал сам Хабиров. Он сказал, у нас очень важный доклад о повышении рождаемости, с каким-то придыханием даже. Честно говоря, я сначала не понял, думаю, в чем же дело-то, ну, что за, в общем-то, такая особая важность. Но нет. В дальнейшем мы поймем, о чем идет речь. Естественно, докладчицей по этому вопросу была Иванова Ленара Хакимовна, вице-премьер и министр Министерства семьи, труда и социальной защиты населения. В целом, этот доклад, он был очень длинным, там было куча выкладок и данных, о которых мы тоже поговорим. Но в целом, этот доклад сводился к тому, что рождаемость в республике стремительно падает, рождаемость в республике будет стремительно падать, но будет падать под неустанным контролем Министерства семьи, труда и социальной защиты. То есть, если резюмировать заранее доклад, который мы еще будем обсуждать, речь идет о том, что мы не можем справиться с падением рождаемости, но мы будем идти рядом и наблюдать за этим падением. В частности, Иванова сообщила, что в городах рождается примерно 1,38 ребенка на одну женщину, но, естественно, в среднем. На селе этот показатель существенно выше 2,33. По словам Ивановой, простое воспроизведение населения в Башкортостане сейчас находится на уровне 2,1. Казалось бы, то есть, вот это 1,1 – это 10% прироста населения. Но это не так. Этот коэффициент не учитывает смертности после рождения до того периода, когда человек воспроизводит собственное потомство. Соответственно, как бы на самом деле идет убыль населения. И достаточно существенное за 2019 год население республики Башкортостан, внимание, сократилось на 10%. Это чудовищная, огромная сумма, огромная цифра. 10% убыли населения – это колоссально, это много. Но, собственно, это иллюстрирует ту благоприятную среду, которую создал для населения, для рождаемости, для бизнеса и прочих процессов в этой республике господин Хабиров. Это еще не все. Мадам Иванова сообщила нам о том, что 53% всех рождений происходит всего в 6 регионах республики. Это Уфасте, Литамак, Нефтекамск, Салават, Октябрьский, Туймазинский район, Уфимский район и Белорецкий район. Вот на эти 6 районов и городов республики Башкортостан приходится 53% всех рождений. То есть, несмотря на то, что Иванова сообщает о существенно большем проценте родов в сельской местности, однако при этом максимум рождаемости, максимум родов происходит в городах республики. В общем, тут куча всевозможных противоречий. И дальше она сообщила нам о том, что к 2024 году по прогнозу социологов в республике на 20% снизится количество женщин в возрасте от 20 до 30 лет. И на 8% снизится количество женщин в возрасте от 30 до 40 лет. То есть, это тот более или менее понятный промежуток, в который женщины рожают. И каким образом можно говорить о увеличении родов, ну и вообще увеличении количества рождений, я не понимаю. То есть, цифры, которые даже не оспаривает Иванова, которые, видимо, приходится озвучивать, они говорят об обратном, то есть добиться роста этого показателя никак не получится. Также госпожа Иванова сообщила, что в 2019 году в Башкире родилось 42 тысячи детей, что на 10,5% меньше, чем в 2018 году. То есть, это тоже косвенный, но очень существенный показатель эффективности работы новой власти, новой команды. Помимо того, что народ вымирает, он еще и перестает рожать детей. Далее Ленара Хакимовна сообщила нам о том, что она, в общем-то, сделала гениальное экономическое открытие. Не знаю, сколько бюджетных денег было потрачено на исследование в этой области Ленары Хакимовны, но она выяснила, что разовые выплаты и пособия не вполне стимулируют рождаемость. И людей по-настоящему беспокоит финансовая стабильность, обеспеченность жильем, его доступность, а также налоговое бремя. Ну, надо же, какое гениальное открытие, Ленара Хакимовна. Вы бы документики подали бы на Нобелевскую премию, глядишь, там и обломится чего-нибудь. Ну, понятное дело, что нельзя людей стимулировать рожать, выдав им там какие-нибудь 10 тысяч пособий, чтобы потом они всю жизнь растили ребенка на непонятно какие средства. Но Ленара Хакимовна не теряет надежды. Как и положено нормальному министру и вице-премьеру, она тут же сконструировала дорожную карту по увеличению рождаемости. Дорожная карта СИИА содержит 4 основных пункта. Это улучшение репродуктивного здоровья населения. Это сдерживание миграции репродуктивного населения. Развитие дружественной среды для семьи. И формирование ценностных установок и положительного образа семьи с детьми. Ленара Хакимовна сообщила, какие меры она собирается принять для достижения целей вот этой дорожной карты. Кстати говоря, основная масса всех этих мер – это те самые разовые выплаты, которые, по мнению Ленара Хакимовны, не приносят должного результата. А именно, это будет компенсация на приобретение предметов первой необходимости, выдача продуктов детского питания, выплата на приобретение коляски, частичная оплата экстрапорального оплодотворения и льготы по земельному налогу и имуществу, а также единовременные выплаты. Судя по списку вот этих мер, которые будут предложены жителям для того, чтобы они начали рожать, Ленара Хакимовна ориентируется исключительно не только на бедных, а прямо скажем на нищих людей, которые не в состоянии даже купить коляску. Ну, представьте себе, здравомыслящую семью или здравомыслящую какую-то, значит, ячейку общества, неважно, зарегистрирована она или нет, которая решает вопрос рождения или нерождения детей. Если у людей нет денег даже на коляску, то понятно, что у них есть проблемы с жильем, проблемы с доходами, и неужели эти люди всерьез будут рассматривать вопрос решения, там, рожать им или не рожать ребенка, тем более очередного ребенка. Ну, даст им Иванова денег на какую-то вшивую коляску, прямо скажем, плохую коляску, потому что денег дадут мало. И что, это должно подтолкнуть людей к тому, чтобы начать неимоверно быстро размножаться? В общем, конечно, это очень странно все звучит. Но Ленара Хакимовна, очевидно, будет делать упор вовсе не на помощь населению, а на информационные проекты. Ну, это как обычно у нас сейчас. Будем много-много и дорого поболтать. А именно информационные проекты «Дети Башкортостана», «Счастье», «Пропаганда семейных ценностей», «Семьеведенье», «Позитивное родительство». Ну, судя по всему, именно на это будут истрачены основные и нешуточные средства, которые будут выделены на все эти проекты. И потом все успешно об этом всем отчитаются. Далее Ленара Хакимовна перешла, как она выразилась, к счетным параметрам. А именно, за ближайшие пять лет, при помощи всей вот этой билиберды, которую она прежде перечислила, она собирается инициировать 8400 дополнительных рождений. Но за 20 лет. То есть 20% плюс к ежегодному объему, который был зафиксирован в 2019 году. Но вопрос не в том, что планирует сделать Ленара Хакимовна на ближайшие пять лет, а вопрос в том, что планирует ли она вообще пять лет оставаться на своем посту и в дальнейшем отвечать за все вот эти планы, за все вот эти расходы, которые понесет республика по ее всей этой программе. Вопрос в том, кто ответит за всю эту маниловщину. И не увидим ли мы на посту Ленара Хакимовна через годик нового какого-нибудь министра, который с не меньшим энтузиазмом запросит большие деньги на то, чтобы исправить все вот эти вот странные шаги, которые Ленара Хакимовна описала в своей дорожной карте. Вот в чем дело. Дело не в том, что совершенно бесспорно бессмысленны вот эти вот шаги и меры, которые она перечислила, а совершенно очевидна вот эта какая-то, в общем-то, имитационность вот этих всех мер, потому что дальнейшие цифры, которые госпожа Иванова привела, они говорят лишь о том, что она будет сопровождать взглядом падения вот этой рождаемости, а именно по прогнозу 2021 года мы видим падение еще на 2300 рождений, и она попытается добавить 900. В 2022 году падение еще на 2900 и так далее, и так далее. То есть из 42 тысяч рождений в 2019 году, в 2024 году прогнозируется 38 тысяч рождений. При этом Ленара Хакимовна героически готова истратить те огромные суммы, которые ей ассигнуются на борьбу за повышение рождаемости. А именно 5,7 миллиарда рублей из бюджета потратит госпожа Иванова только на дополнительные выплаты, которые будут произведены тем, кто у нас решится рожать вторых, третьих и прочих детей. Далее Ленара Хакимовна, как и положено теперь, продемонстрировала бодрый, замечательный, великолепный видеоролик, который должен побудить жителей республики Башкортостан немедленно сорвать с себя одежду, кинуться в кровать и заняться воспроизведением населения в республике. Я слегка, конечно, иронизирую, хотя, впрочем, на самом деле порнофильмы, наверное, в большей степени бы стимулировали рождаемость в республике, чем вот то, что показала нам Ленара Хакимовна. И, собственно, ролик категорически не понравился Хабирову, об этом мы поговорим чуть позже. Хабиров выслушал Иванову, отсмотрел ролик, но, понимая государственность задачи, а все-таки повышение рождаемости, это задачи, поставленные на федеральном уровне, федеральные власти и лично Владимир Путин очень обеспокоены снижением рождаемости в целом в стране. Только Кавказ пока еще нас вручает, а в остальных регионах страны рождаемость везде падает. Хабиров вынужден был констатировать, что в республике проделана большая работа. Однако Хабиров тут же отметил, что заливать деньгами эту проблему нельзя, и решить ее просто деньгами нельзя, и тут я полностью с ним согласен. Дальше Хабиров снова сообщил нам о том, что, может быть, мы и ошибаемся, но надо двигаться. Вот он все время оговаривался, что, возможно, где-то он ошибается. И тут он сказал вторую самую важную вещь, которую он произнес на оперативке. Немного помолчав, как вот иногда с ним бывает, он вдруг сказал, «Знаете, самый страшный сон для нашей управленческой команды – это если четырехмиллионная республика превратится в трехмиллионную». И, между прочим, эти опасения Хабирова не беспочвены. Соседний Татарстан, который имеет, вопреки сложившимся тенденциям в республике Башкирия, например, и вообще в Российской Федерации, соседний Татарстан постоянно приращивает население. Причем прирост населения в Татарстане происходит и за счет внешней миграции, то есть люди приезжают туда, в том числе и из Башкирии, и за счет роста рождаемости. В Татарстане рождаемость выше смертности. Уровень населения в Татарстане уже достиг отметки 3,9 миллиона человек и стремительно приближается к цифре 4 миллиона. Тем временем в Башкирии мы имеем, по недавним данным, 4 миллиона 51 тысячу и стремительно теряем население по 10% ежегодно. То есть еще чуть-чуть население Башкирии и Татарии сравняется, при том, что территория Башкирии существенно больше, и в последующем население Татарии превысит население Башкирии. Вот это и есть тот самый страшный сон управленческой команды ради Хабирова. Это будет абсолютно неопровержимой иллюстрацией того, что работа нынешней власти в республике Башкортостан ведется плохо и в неверном направлении, а провернуть ее какими-либо цабантуями и какими-то лживыми отчетами не получится. И это действительно страшный сон для ради Хабирова. Первая оперативка в этом году была необычна тем, что в ней было всего три вопроса. Обычно их пять или шесть. И вопрос, доклад Ленара Ивановой был последним. Алаверды Хабирова был достаточно коротким. Он технически попросил не дергать по средам министров и глав районов городов. Не дергать в смысле не вызывать в правительство и сделать среду для них абсолютно свободным днем, который они должны посвятить своим непосредственным обязанностям. Судя по всему, количество визитов вот этих вот глав районов и городов в Белый дом и правительство так велико, что им на самом деле стало некогда работать. Если уж Хабиров во всеуслышании на этом ВКС попросил перестать дергать глав. Далее Хабиров Беляеву сделал очередное строгое внушение своему вот этому infant terrible, ужасному ребенку правительства республики Башкортостан. А именно Хабиров сообщил Беляеву следующее. «Время неумолимо идет», – Грозно сообщил Хабиров и нахмурил брови. «Если вы прозеваете все процессы этих месяцев и опять работы по ремонту дворов и общественных пространств начнутся в последние месяцы лета, это для вас будет катастрофа», – заметил Грозно Хабиров. Ну, в который раз я констатирую то, что Хабиров понимает неспособность, абсолютную неготовность Беляева к исполнению тех действительно масштабных задач и обязанностей, которые на него возложены. Он, ну, видимо, не может его уворить, что ли, или там его зятью, там, тестью, вернее, пообещал так уж надежно, что Борис Владимирович будет пристроен к правительству основательно. Я не знаю, что сдерживает Хабирова от того, чтобы принять вот эти вот административные кадровые решения, но он продолжает угрожать Беляеву, продолжает назидать ему, там, напоминать, почистить зубы, одеть шапку и завязать шарф, при том, что все это обходится нам в миллиарды и миллиарды, но, тем не менее, Хабиров не прекращает играть в этот детский сад, назидая бесконечно Беляева. Заканчивая свое Алаверды, Хабиров внезапно отозвался критически о том ролике, который показала Ленар Хакимовна в процессе своего доклада, Хабиров сообщил, что там масса фактических ошибок, там неправильно были перечислены цифры, он усомнился в возможности выдачи земельных участков многодетным семьям, ну и вообще сказал, что неправильный образ был сформирован в этом ролике, что типа вот многодетные семьи – это какие-то нищеброды, а на самом деле многодетные семьи, как выразился Хабиров, это экономически крепкие семьи. Ну, на самом деле, возвращаясь к вопросу многодетных семей и стимулирования рождаемости, я в последние дни, вот после, вернее, последний фактически день после этой оперативки обратил внимание на всплеск интересов в сети к этому вопросу, что, собственно, естественно, и обратил внимание, с какой тщательностью вычищаются все критические замечания из аккаунта той самой Ленары Ивановой. И, между прочим, когда туда пишут женщины, у которых, например, восемь детей, и они пишут свои реальные отзывы и мнения о том, что происходит в этой области, эти комментарии, комментарии, скажем так, людей, понимающих, о чем идет речь, безжалостным образом стираются. В частности, вот, ну, немало известная Юлия Вольф, которая, там, и с медалью «Мать героини» и прочее, прочее, действительно, у нее восемь детей. Она попыталась прокомментировать Ленаре Хакимовне в аккаунте ее деятельность, но комментарий был немедленно удален. То есть, это лишний раз подтверждает вот эту работу Елены стирательной резинки Прочаковской, которая следит только за тем, чтобы комментарии были абсолютно комплиментарными и никаких других. В общем, конечно, Хабиров прав в своей критике этого ролика. Ролик дурацкий, безобразный, слащавый и неинтересный. Ну, собственно, видимо, сейчас потратят еще пару миллионов и переснимут новый ролик. Редактор субтитров А.Семкин